В предыдущих сериях Дево и его жена суперзлодеи Он создал 12 металюдей, чтобы украсть их силы Дево намерен разместить 5 спутников вокруг планеты 5 спутников работают с одной целью Дево хочет уничтожить интеллект всех на земле Да будет сон 23 мая вышла финальная серия 4 сезона сериала Flash В последнем эпизоде команда Барри напряженно готовится к предстоящей битве с опасным противником Собираясь перенести свое сознание в голову Дево Скажу сразу, для меня последний сезон получился в целом не очень интересным Из всех 23 серий мне понравились самые первые 3-4 серии и тот эпизод, где Барри пытается спасти город от взрыва Остальные серии меня не впечатлили Если первый сезон я смотрел на одном дыхании То сейчас каждые 5 минут я проверяю, сколько осталось до конца серии Прекратить смотреть сериал я не могу, так как я хочу уже его досмотреть до конца Увидеть настоящий финал В светлых воспоминаниях мы найдем прежнего Клиффорда Теперь давайте про главного антагониста 4 сезона Дево Я ожидал от него чего-то необычного, интриги Но его типично слили и испортили весь потенциал за весь сезон Это, если честно, начинает уже надоедать Я так надеялся, что этот сезон станет еще круче Но, к сожалению, создатели решили вернуть стиль первого сезона В каждой серии появляется мета-злодей На первых минутах его никто не может остановить На 30-й минуте его побеждают А под конец добавляют интригу, где главный антагонист что-то замышляет Мне первый сезон понравился, но вот после второго и третьего Этот стиль для четвертого вот вообще никак не подходит Надо двигаться дальше, а не использовать одни и те же приемы Да, были в четвертом сезоне классные шутки, годные твисты Два-три интересных эпизода, особенно тот, где Барри спасает город от взрыва в Спитфорсе Да это, пожалуй, самая лучшая серия в сезоне Правда, вот под конец денег на спецэффекты совсем не хватило Графика получилась ужасной Это узел сознания Дево Марли сказала, что мы подчиним его, если вывести через портал хорошее Если ты выберешься, ты подчинишь его тело, ведь оно твое Он не мог позволить тебе сбежать Если выйдешь, Дево перестанет существовать Ральф, помни, кто ты такой Герой Финал четвертого сезона все просто испортил и слил весь мега-ум Дево Который каким-то образом рассчитал уход своей любимой, но не рассчитал появление Ральфа Благодаря которому они и победили Дево Благодаря способностям Клиффорда можно было сделать такие сложные и закрученные серии Что аж Шерлок был бы в ступоре Дево был не харизматичен изначально Видимо, поэтому получилось столько неинтересных серий Команда Барри не могла победить его, когда он был слабее раз в 20 А в конце, за 5 секунд Барри понял про то, что у него есть дыра в разуме У создателей реально порой дыра в разуме, потому что такие нелепые концовки делают Или когда они могли точно так же с самого начала побежать к дыре Нет же, они начали драться с клонами, в итоге тупо побежали и сбежали из его разума Несмотря на неудачного Дево, да и вообще все эти финальные с ним сцены Мне очень понравился момент, когда Барри отправился останавливать спутник и появление их дочери в конце Наверное, единственные положительные моменты в серии Нет! Как вы победили меня! Не я А мы Их привязанность к мистеру Дивни сделала их сильнее тебя, Клиффорд Но тебе этого не понять Нет! Это не моя воля! Давайте подведем итоги Финал четвертого сезона не впечатляющий Дево оделели как-то быстро и неощутимо А мир никак не пострадал от его угрозы Также не осталось каких-то глобальных последствий Раньше это были Червоточина, Флэшпойнт и уход Барри в Спидфорс Все злодейские просчеты и гениальные ходы разрушились Смысл символов почти никак не раскрыли Мне кажется, даже сценаристы еще не знают, что за каракули они внесли в сюжет Ральфа воскресили Я в принципе и знал, что так случится В прошлой серии Айрис говорит о Марлис Ей нельзя доверять, она проткнула меня мечом В этой уже обнимаются как подружки Ее даже не арестовали за пособничество в убийствах мыслителя А просто отпустили на честном слове Но больше всего жаль, во что превратили Уэллса Из гениального ученого сделали обычного человека Ну как обычного? Ему вернули интеллект, но как-то не до конца Описали это как баланс между мозгом и сердцем И будет ли он дальше помогать команде? Никто не знает А кто теперь будет занят научной частью команды? Один Циско? А не многовато ли свалили на него? Остальные герои отыграли свою программу Что по новорожденной дочке? Я не знаю Теперь про Сесиль Я догадывался, что ее телепатия как-то обыграется в финальной битве Но что случилось с ее силами после родов? Никто не знает Дочка Флэша Она появляется в самом конце Не могу сказать, что получилось очень уж интригующе Но в принципе нормально Я и наверное многие зрители уже и так Без никаких теорий на ютубе До финала догадывались Кто она такая? Я не знаю Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ух ты! Хата! Хачешь и есть? Я ваша дочь Нора. Из будущего. И кажется, я совершила очень большую ошибку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok